Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую наших слушателей и нашего гостя в студии. Это Артём Голустян, журналист, продюсер мультимедийных проектов. В недавнем прошлом редактор спецпроектов издательского дома «Коммерсант». А сейчас, как я понимаю, тренер, эксперт разных образовательных курсов. Да, автор нескольких проектов. Артём, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ещё раз. Хорошо, что вы к нам приехали. О том, чем вы занимаетесь, о том, что такое мультимедиа, о проектах ваших, мы расскажем обязательно. Это будет во второй части нашей программы. А начнём мы всё-таки с такой текущей информационной повестки. Нескольких событий. И так нестандартно. Давайте с культуры начнём. Министерство культуры накануне отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», премьера которого должна была начаться завтра, насколько я понимаю. И сейчас в социальных сетях, в разных СМИ, разные точки зрения публикуются по этому поводу. В том числе публикуются разные мнения, почему это произошло. То есть вот официальное объяснение. Мы не хотим порочить память павших в Сталинградской битве, юбилей которой, юбилей окончания, который здесь будет отмечаться 2 февраля. Мы не хотим, значит, вот обижать наших ветеранов и прочее, прочее, прочее. Фильм, вот он такой, пародийный, который чернит нашу историю. Не показывать. Непонятно, пока вообще покажут ли его в России. Вот вам как кажется? Я видел тизер этого фильма. Он мне показался довольно забавным. То есть я даже серьёзно к нему не отнёсся. Это чистой воды ирония. Но когда государство с такой звериной серьёзностью начинает относиться к иронии и даже не видит ей места в искусстве, пусть даже не самым глубоким, скажем так, это вызывает, ну, во-первых, ну, я бы сказал, это вызывает истеричную реакцию, истеричный смех в ответ. Здесь две истории. Мне кажется, вообще в целом у нас пошёл какой-то массовый страх по поводу любых интерпретаций истории. И если даже это не интерпретация, а, скажем так, экранизация реальных событий, то и, может быть, не самых желательных, тех, которые в классические учебники истории попадают, это вызывает какое-то совершенно непонятное раздражение не только у государства, но и у большей части общества, я бы сказал. Я сейчас говорю, ну, история со Сталиным — это продолжение истории с Матильдой. Всё-таки Матильда 2. Это не Матильда 2, но это какой-то шлейф. Это какой-то шлейф, и, мне кажется, до Мишки Падзингтона тоже дойдут, я думаю, углядев там что-нибудь такое, опять-таки, исторически оскорбляющее. Но Мишку-то разрешили, а вот со Сталином непонятно пока. Со Сталином непонятно, и вот другой разговор, когда говорят, это оскорбление, как же это прозвучало, оскорбление чувств сталинирующих. Я лично считаю, что любить Сталина и, скажем так, безоговорочно любить Сталина и поклоняться ему — это дремота. Ну, это просто, это означает иметь очень недалёкий взгляд на это. Я прекрасно понимаю, что сейчас может вылиться просто бешеная реакция, значит, у очень многих, кто поддерживает советский период, какой-то важный период исторический и так далее. Лично для меня, для меня, человек, живущий в 2018 году, любить этот период и любить Сталина и поклоняться безоговорочно этому, я повторюсь, это просто неверственно, мне так кажется. Насколько это может оскорбить чувство тех, кто, скажем так, лоялен к фигуре Сталина? Считает его эффективным менеджером. Считает его эффективным менеджером и так далее. Вы знаете, у меня даже, я смех не могу сдержать. Ну, наверное, это личное дело каждого. Но любой фильм, вы знаете, ещё вот кое-что вспомнил. Фильм «Бесславные ублюдки», который выпускал Тарантино, да, это же чистой воды, это какая-то суперновая, суперновое отношение к истории вообще. Мы никогда даже не осмеливались смеяться над Гитлером или над всем тем, что он сделал. Но сам фильм выставляет фашизм и фигуру его настолько абсурдным, уничтожающим буквально. И этот фильм вписывается в адекватные рамки абсолютно. Он не позитивный, он не делает, не обеляет фашизм и так далее. На этот фильм была абсолютно нормальная реакция мировая. Хотя многие не понимали, а как здесь нашли место для сарказма или иронии. Над чем смеяться, да? Над чем смеяться. Я уверен, что есть над чем смеяться, есть над чем смеяться всегда. Другой вопрос, что мы сейчас находимся именно в таком контексте политическом, когда это просто мувитон. Тем более, когда у нас по опросам общественного мнения 90% россиян ставят Сталина на первое место из всех уважаемых исторических персон. Для меня это вообще запредельно. Ну вот, Артем, еще такой вопрос по поводу двойных стандартов. Смотрите, какая история. У нас последние несколько лет по федеральным каналам идет множество сериалов так или иначе, связанных с историей. Понятно, что переработанный материал, какие-то домыслы, вымыслы, в том числе и про Сталина были сериалы. И почему-то никому из тех, кто показывает сериалы на протяжении длительного времени, не приходит в голову, что они и роль Сталина, отраженная в них, могут обижать другую часть нашего общества, потомков пострадавших от репрессий, например, невинно пострадавших. У нас в Кирове, это на минуточку, чтобы вы знали, 5 сентября прошлого года открыли памятник Дзержинскому. Происходило это 5 сентября. 5 сентября, как мы помним, это день начала Красного террора. И на открытии памятника были все лучшие люди города. И никому даже в голову не пришло, что дата выбрана некорректно, а как у нас в эфире говорили, оскорбительно. — Слушайте, если уж так брать, глобально на все посмотреть, то и Матильда не начала. Это все вписывается в какую-то адскую чернуху и с памятниками Грозному и так далее. Воспевание вообще каких-то, скажем так, жестоких силовых периодов, которые были в истории, это признак болезненности, если честно, идеологической и политической. Здесь Дзержинскому, понимаете, да, валили у Лубянки в 93-м году, в 2017-м восстановили и еще будут восстанавливать. — Я, конечно, что касается фильмов, вы сказали про фильмы, да, про Сталина. Но согласитесь, что все эти сериалы, они были так или иначе связаны с периодом, наверное, войны. И они имели довольно четкую коннотацию. Он там был просто главнокомандующим. Мы не увидели ни одного сериала, где Сталин своей рукой подписывает, как расстрелять там пятых, десятых и как гулаг построить эффективный. Поэтому, может быть, это и не задевало никого. Да, Сталин как главнокомандующий, Сталин как победитель фашизма не вызывает, может быть, никаких сомнений и даже критики. Но есть еще и другая сторона, и надо адекватно на нее смотреть. И, может быть, адекватно стоит ее высмеивать? Или, может быть, адекватно стоит ее оценивать просто как тяжелый исторический период? Когда есть какая-то такая абсолютная бескомпромиссность в оценке этой фигуры, это вызывает исключительное возмущение. Ну, лично у меня. Артем Голустян, журналист, экс-редактор спецпроектов издательского дома «Коммерсант», продюсер мультимедийных проектов у нас в эфире. Сделаем небольшую паузу, буквально полминуты, и мы вернемся. Особое мнение на 101FM Артем Голустян, журналист, продюсер мультимедийных проектов, наш московский гость сегодня в Кировской студии «Эхо Москвы». Мы продолжаем разговор о событиях, которые так или иначе имеют отношение там, в том числе и к нашему городу. Я думаю, что к историческим каким-то вещам, к теме ГУЛАГа мы с вами еще вернемся, когда через несколько минут начнем говорить о ваших проектах. А пока я хотела попросить вас оценить вот еще что. Мы будем говорить с вами в том числе про социальные сети и про то, как социальные сети влияют и на информационную повестку, и на нашу реальную жизнь. Буквально вчера вечером пришло сообщение от наших соседей по Приволжскому федеральному округу из Оренбургской области. В Оренбургской области уволили министра лесного хозяйства и трех его заместителей. Наверное, вы видели эту прекрасную историю. Это тоже в некотором смысле шлейф, возможно, вот этой истории с роликом ульяновских курсантов. Да, некие люди выложили в интернете на Ютьюбе ролики, фрагменты, которые снимались корпоративом 8 марта. Это такая вот внутренняя совершенная история. Там сотрудники Министерства лесного хозяйства пили, танцевали вокруг шеста, играли в карты на деньги из мешочка с надписью «Бюджет». Ну и, в общем, губернатор Оренбургской области Юрий Берг счел, что такие люди не могут занимать государственные посты. И вчера министра попросили со своего места. Министр рассказал, что ролик, вероятно, разместили те, кто плохо к нему относится. По-моему, это первый случай, когда людей такого ранга удаляют из-за ролика. Вот честно. Я думаю, если вспомнить, то еще кого-то можно к этому ряду причислять. Но в этой истории, конечно, хороши все. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, у нас есть глобальная проблема с юмором вообще. Вот если мы говорим даже про фильм, который не пустили в прокат про Сталина и так далее. У нас в целом глобальная проблема с юмором. Мы смеяться не умеем над собой и... Мне кажется, перестали. Мне кажется, разучились. Не знаю. Мне кажется, просто в целом контекст какой-то такой стал довольно... Я даже не знаю, как это назвать. Напряженный. Контекст вообще. И повестка стала очень напряженной. Артем, когда кругом враги, ну как так можно? Ну, естественно. Как можно танцевать вокруг шеста? Если ты не можешь смеяться. Тем более, вы знаете, если бы этот фильм... Кстати, возвращайтесь. Вы простите, что я так про него. Если возвращаться к нему, если бы, допустим, это снял бы условно какой-то российский режиссер, уверен, немного по-другому эта вся история развивалась бы. Уверен, что по-другому развивалась бы. Но как же? Здесь же англичане над нами смеются. Хотя у англичан, поверьте, количество сатирических шоу, выходящих на BBC. Там Трейси Ульман, допустим, который каждые пять минут передразнивает Терезу Мэй, премьер-министра Великобритании, Ангелу Меркель и так далее. Причем в фантастических каких-то очень едких красках. Это и заслуживает, ну, просто таких похвал. А у нас куклы закрыли там где-то в конце 90-х, да, в начале 2000-х. И все. Политическая сатира даже историческая какая-то стала. И даже современная сатира она стала какой-то. Ну и она сама стала безвкусной. Я видел этот ролик. Если честно, я отчасти понимаю этого губернатора. Потому что ролик был снят на рабочем месте в рабочее время. И, собственно, сами сотрудники об этом говорят. Да? А говорили, что вроде бы в нерабочие и на какие-то личные средства? Нет. Но в любом случае, понимаете, в чем дело, меня не стриптиз там смутил. Может быть, не самого интересного персонажа, да, на которого можно смотреть в обнаженном виде. Меня смутила там фраза, которая с самого начала шла. И вообще сценка, когда трое госработников сидят, у них мешок, на котором написано бюджет. И они из него достают деньги и начинают разбрасываться. Мне кажется, что даже для внутреннего пользования, для внутренних каких-то корпоративных съемок это достаточно оскорбительная сценка. Для меня, как для налогоплательщика. Да? И то, что сделал губернатор, а у него был другой выбор, мне кажется, это можно было бы проигнорировать. Но он еще больше внимания на это вызвал, конечно, это же другая история. Я бы не стал смешивать эту историю с курсантами, потому что курсанты — это скорее, знаете, здесь не история про соцсети и про то, что кто-то прокололся. Но там же тоже, насколько я помню, ролик был выложен с большим опозданием. Да, он был сделан для своих. И непонятно кем. Да, и имя был сделан, а выложил четверокурсник. Здесь история, мне кажется, поколенческая. Она была потрясающей колонкой на таких делах, значит, про то, что психолог давал оценку. Освободим низы, по-моему, так она называлась. Да, подключаем низы. А, подключаем низы. Да, подключаем низы. И в этой колонке есть, конечно же, зерно. И то, что... Мне больше, конечно же, радует, как массово это все превратилось в флешмоб, где сами представители того же поколения подтвердили, что их голыми руками не так-то просто и взять. Что поколение-то выросло в хорошем и плохом смысле неподконтрольное. Непоротое это называется. Непоротое и неподконтрольное. В хорошем и плохом смысле. И мы на той же неделе поняли, как это происходит и в хорошем смысле, и в плохом смысле. Я имею в виду поножовщины в школах. Сейчас мы к этому перейдем, да? Вот. Ну, то есть, у этой палки реально, эта история о двух концах, как бы, да? С министром? Или с курсантами? С курсантами. С курсантами. С министром, честно, мне кажется, очень прозаичная история. Просто... Прокололись. Прокололись. Нужно, наверное, иметь вкус, рамки и... И не иметь врагов, которые выложат в Ютью. Ну, в каком-то смысле я вам скажу так. Так, это видео, конечно же, ну, насколько точно отражает работу какого-то регионального ведомства, что, может быть, и даже хорошо, что вышло. Вот. Не увидели мы фильм про Сталина, зато увидели ролик, как работает министерство там по рыбной... Или... По лесному хозяйству. По лесному хозяйству. Хорошо. К ульяновскими курсантами. Мы с ними закончили. Вот эта вот тема с тем, что студенты друг друга поддержали из разных совершенно образовательных учреждений, разного статуса, даже вот по тому, какие общежития можно понимать. Да, конечно. Как живут будущие сельхозработники в Рязани, да, и как живут курсанты МЧС, по-моему, где-то вот в Свердловской области. Я вчера еще и моряков увидел, но там это просто гостиничные номера. Ну, это, в общем, немножко как-то отражает их будущую работу, да? Вот, с точки зрения гостиниц. Но гражданское общество, получается, в этой среде, в этом поколении оно все-таки есть, раз ребята настолько активно стали друг друга поддерживать. Ну, назовем это солидарностью, да, может быть, гражданским обществом рановато, хотя, мне кажется, абсолютно недалеко. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, я сейчас скажу очень очевидные вещи, но, вот, допустим, если бы, вот, знаете, у нас был бы русскоязычный Times, да, который... Time, простите, русскоязычный журнал Time, который каждый год, кого-то там на обложку выставлял бы и называл бы Человеком Года, то за 17-й год, и я думаю, что и за 18-й так получится, Человеком Года стал бы школьник, российский школьник. Потому что российский школьник, порвавший повестку и все шаблоны за 17-й год, еще требует вдумчивого, долгого, глубокого анализа. Потому что школьники, вышедшие на протесты, и бог с ними, с протестами, ладно, вышли. Может быть, не бог весь, какая смелость, да? Допустим, пусть. Но школьник, который не боится идти против учительницы, завуча и директора, как системы, во-первых, системы взрослого, несовершенного, давящего на него в мир. Мы говорим про ребят протестующих, а не про те ребят, которые в Перми и Бурятии надо ограничить. Да, 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 безусловно, простите, я не хотел вызвать такую, может быть, ассоциацию. Я имею в виду школьник, который записывает учительницу, которая грузит его, молодого, грузит его страшилками, что не нужно поддерживать Навального и так далее. Это его дело. И кругом враги. Хороший Навальный или плохой, это его дело. И он уже может формировать свое мнение в этом возрасте в 15 лет. Я помню, что, скажем, я за свое поколение говорю, мы были абсолютно аполитичны, совершенно аполитичны. Но лишь некоторые из нас, которые потом пошли в какие-то гуманитарные сферы, связанные с повесткой, были как-то в контексте. Но именно вот этот школьник, который идет, как я сказал, против взрослой этой системы и в лице этой учительницы против государственного какого-то давления, это, конечно же, поверьте. Вот я, опять-таки, я так ухожу, сравниваю с нами, со своим классом. У меня был очень средний класс, хорошие, обычные дети. Вот в 14, в 13, 15 лет мы бы в жизни не посмели такое записать и куда-то выложить. Потому что это вот головы полетели бы. Это я точно знаю. Артем, а вы в каком году оканчивали школу? Школу я окончил в 2004 году. Это было давно. То есть в 2004 году уже полетели бы головы, вы думаете? Да, уверен. Потому что вот в конце 90-х головы не летели бы, наверное, но тогда записывать бы не было возможности. Но если мы спроецируем ситуацию туда, такую же напряженную политическую, скажем, или кризисную внутреннюю, я думаю, что полетели бы. Но я вам хочу сказать, знаете, я недавно походил в свою школу, уже отводил туда ребенка, племянницу свою. И я зашел поздороваться с директрисой и так далее. Я не буду специально говорить, что за школа, где и так далее. Меня удивило, когда Завыч сказала мне, я знаю, что ты работал на Майдане и освещал украинский кризис в 2004 и 2015 годах. Я сказал, да. Она сказала, пожалуйста, приди, расскажи про это, как это было. Рассказать ей или рассказать школе? Рассказать школе. Ученикам. Это очень важно. Да, именно ученикам в классе. Как это было, а не так, как нам телек рассказал. И меня это очень сильно удивило. И я подумал, боже мой, ты что, закапываешь себя, что ли? У вас очень прогрессивная школа, Артем, просто. Да, видимо, да. И да, там всегда очень бережно как-то относились особенно к предмету истории. Вот. Как мы сейчас понимаем, что это, наверное, самый страдающий предмет. Да, это всегда, во все времена был самый страдающий предмет. Школьник вообще другой стал. Да и в плохом смысле он неподконтрольный. И вот эти все, ну, мы говорим про подножовщины сейчас, а в Подмосковье несколько месяцев назад, пару месяцев назад, когда был взрыв, и опять-таки ученик стрелял в учителя. Да, приводился этот пример, эта история тоже. Естественно, а до этого еще парень в Перми, который забаррикадировался со своей подружкой и отстреливался от нацгвардии, да, это все какая-то, ну, тоже, если честно, незнакомая мне история, ну, если говорить про мое поколение и мои. Ну, вот это какие-то крайние случаи, то есть это люди, которых, не знаю, довели, да, потому что там говорилось и про буллинг в некоторых случаях, говорилось в некоторых случаях про спайсы, да, то есть вот эта история, она насколько системная, вот с этими детьми, пришедшими в школы, да, совершившими ужасные совершенно вещи в отношении невиновных совершенно там лиц, например, да. Мне кажется, это системное явление болезненное, которое говорит о том, что вот эта вот советская довольно строгая система дидактическая ушла, и уже появились поколения, не выросшие, не сформировавшиеся под ней, и они не испытывают такого страха перед учителем, перед своими сверстниками, перед оружием, перед публичностью, и они открыто на это идут. Вот, знаете, мы все выросли на фразах родителей, там, один мальчик тоже так делал, а потом его там, не знаю, в тюрьму упекли, или один мальчик тоже так делал, и это, вот, понимаете, да, это был какой-то такой... Печальный пример. Да, смешной, причем мифический всегда мальчик, понятно, это всегда смешно, а мне кажется, сейчас эти фразы уже не взять, эти фразы вообще уже не взять. И они видят, что они ведь... Мне кажется, еще публичность очень серьезно влияет, а многие из них делают это с расчетом на публичность. Расслабиться? Конечно, когда ты баррикадируешься на даче и включаешь перископ, и транслируешь это на весь мир, страну, город и так далее, ты определенные дивиденды медийные сетов получаешь, и ты рассчитывал на это. Вы знаете, вот у меня из головы не выходит уже второй день истории в Москве, я об этом как-то в СМИ пока много не говорят, но я думаю, что скоро выйдет. Парень, студент Бауманки убил девушку и покончил с собой, это случилось позавчера. И перед тем, как покончить с собой, между тем, как он ее убил и себя, он написал огромный пост и выложил в ВКонтакте. И вместо того, чтобы остановить весь этот ужас происходящий, люди лайкали его и комментировали. И только один человек поехал, постучал в его дверь, но уже было поздно, он покончил с собой. И эта история вызывает холод, вот лично у меня, холодный ужас, потому что я себе очень сложно представляю что-то подобное, пусть даже пять лет назад, правда. И с этим надо что-то делать. Знаете, это сериал «Черное зеркало». А что с этим можно сделать? Вот смотрите, сейчас, если говорить про школы и про все эти истории, которые начались, предложение два на самом деле. Усилить психологическую работу, что далеко не каждая школа может себе позволить. Усилить меры безопасности, что опять же не каждая школа себе может позволить и финансово, и по времени просто, не обыскать каждого ребенка, который идет. В школах есть охранники, охранники часто останавливают какие-то... Вы понимаете, мы же еще много случаев не берем в счет, которые были предотвращены. Я уверен, что они есть. А потому что про них не рассказывают. И может быть специально не рассказывают. Да, конечно же, потому что Колумбайн печальный американский, который вдохновил десятки школьников еще по всему миру. Собственно, Колумбайн и есть пример. Это публичность, это медийность. Колумбайн потом стал сюжетом для фильма «Слон». Потрясающий фильм, который обязательно нужно показывать. Он как раз-таки отражает весь этот ужас. В школах есть психологи, но один психолог не справится. Ну, понимаете, речь идет об индивидуальном развитии ребенка. Не только о том, допустим... Да, десятиклассники отличаются от пятиклассников, но речь еще идет о том, что они все очень в разных семьях растут и так далее. Мне постоянно кажется... Вот у меня растет племянница. Я не понимаю... Я пытаюсь найти языки и коды, с которыми я буду с ней общаться. Она с семи лет ведет свой YouTube-канал. Каждый день она делает какие-то шоу. Что в моей косметичке или что мне подарили? Мелочи, конечно же. Но она растет с другими принципами репрезентации себя и коммуникации с внешним миром. То есть это те дети, которые раньше гаджет в руки берут, чем начинает читать. Конечно. А некоторые даже говорить. Ну, да. Она в два года умела пользоваться YouTube. Не справится один психолог. Нужно, чтобы учителя справлялись. Пока учитель как категория просто профессиональная не изменится, я думаю, что с этим ничего не произойдет. Да, об этом тоже говорили в нашей студии наши гости-эксперты. О том, что надо повышать в том числе и авторитет учителя, и какие-то знания учителю давать. В том числе вот такие, которые позволяют как-то с ребенком современным работать. Артем Галустян, журналист, продюсер мультимедийных проектов нашей студии. Мы вернемся к нашему разговору через две минуты. Особое мнение на 101FM. Артем Галустян, журналист, продюсер мультимедийных проектов, недавним прошлым редактор спецпроектов издательского дома «Коммерсант» в нашей студии. И напоминаю нашим слушателям, приветствую нашего гостя еще раз. Артем, ну давайте, вот у нас 10 минут остается. Очень хочется поговорить. О себе, да? О вас, потому что вы приехали сюда не просто так. Вы приехали к нашим ребятам, молодым журналистам, не только молодым журналистам, тем, кто интересуется, как создавать мультимедиа-проекты. Приехали рассказать об этом. Ездите и рассказываете об этом не только в Кирове, а по всей стране. Да, и даже около страны. Почему считаете важно? Почему это важно? Ох, в целом меняется элевейтор спич. У меня сейчас такой. Быстро. Давайте. Да. А то, что меняется полностью, то, что меняется, медийный ландшафт меняется, меняется система коммуникации в целом, меняется потребление продукта медийного как такового вообще, это не оставляет сомнения уже, очевидно, никому, да? Форматов много, путей вовлечения аудитории немного, все двигаются в этом направлении, как слепые котята в темной комнате, и то, что теперь сейчас испытывает медийная отрасль по всему миру, это больше даже не кризис финансовый, а скорее технологический, институциональный, форматный, канальный, коммуникационный и так далее. Я вообще всегда начинаю любой какой-то мастер-класс или свою лекцию с фразы, ребята, сейчас мы живем, то есть то, что сейчас происходит в мире новых медиа и современных коммуникаций, это разгар 90-х. Можно все, нельзя ничего, полная свобода, при этом хаос, у этого есть еще другая сторона, можно много чего делать. И вот этот разгар 90-х, и плохом, и хорошем смысле, выливается в разные формы опыта. Мой опыт связан довольно с таким гибридным форматом мультимедийной истории, это не просто журналистский формат, это междисциплинарное такое явление, это продукт на скрещении рекламы, маркетинга, искусства, журналистики, документалистики. Сторитейлинг, рассказывание историй, меня постоянно критикуют за то, что я использую англицизмы, но хотя, вы знаете, это просто удобное слово. Но это термин уже профессиональный. Да, безусловно, есть, конечно же, русский аналог, давайте я его скажу, это сказительство. Так вот, сказительство, рассказывание историй, это некая часть культуры человека со времен Ноева потопа. И вообще повествование, повествование некое вообще, и рассказывание историй вшито в наш код культурный. Это и мифы Древней Греции, это и сказки, и былины, и колыбельные от мамы, и даже проповедь церковная. Это все истории, притчи, Библия, диафильмы, кино, живопись. Это все часть, историческая часть огромного явления сторитейлинга. Те форматы, которыми я занимаюсь, это, скажем так, как последнее звено в эволюции форматов мультимедийного сторитейлинга, где на скрещении разных техник документальных, телевизионных, фотодокументальных и так далее рождаются на синтезе разных материалов, рождаются интересные смыслы. Многие думают, что я рассказываю про то, как интересно декорировать текст картинками. Но на самом деле я рассказываю о том, как эффективно, с вовлечением, выстроить историю, его драматургию, как его срежиссировать, как синтезировать разные материалы, аудио, фото, видео, так, чтобы из этого родилось не просто смысл, но и родилось ощущение, эмоциональное погружение. Я могу говорить вечно, поэтому... Артем, я прошу прощения. Я хотела просто нашим слушателям сказать, где можно познакомиться с тем, что вы делали. На сайте Коммерсанта два самые вот такие известные, наверное, ваши проекты, да? Да, после моего ухода, конечно, там появилось много чего другого, и мои проекты могут утонуть. Прям я бы не рекомендовал сразу... Они через Яндекс ссылка на них легко находятся. Я просто назову, да, и через Яндекс можно найти. Это «Земля отчуждения», проект про то, как живет сейчас Чернобыль, и какое там состояние дел. «Земля отчуждения» и «День, когда кончилась война». Это два, наверное, близких моему сердцу проекта. «День, когда кончилась война» про исторический как раз период. Я очень вообще в целом люблю историю, поэтому неровно дышу к любым архивным каким-то историческим документальным проектам. И еще последний проект, который я делал, два проекта. Один я делал с «Инлиберти», с просветительской организацией. Мы делали проект «Семь дат». И он сейчас есть? Он сейчас есть, можно найти, конечно, «Земь дат» «Инлиберти». Это проект про семь исторических событий или периодов, которые, скажем так, незаслуженно, может быть, недооценены. Можем хотя бы один для примера привести? Да, конечно, это и отмена крепостного права, и восстание в Норильском ГУЛАГе, и демонстрация семерых 1968 года на Красной площади против ввода войск в Чехословакию. Это события, которые остались в тени истории, хотя именно они показывают, все семь показывают, что русский человек может не только поддерживать идею красного террора, сталинизма и прочей чернухи, но и в истории России есть периоды, связанные с борьбой человека за свободы. Свободы воли, свободы собраний, слова, политические свободы, экономические и так далее. И, на мой взгляд, это очень важный проект. Он идет... Знаете, про что? Его девиз очень точно отражает. История России по-другому. И она действительно может быть другой, если мы иначе на нее посмотрим. Там есть классные, но забытые даты. И вот про это проект. In Liberty. Семь дат. Семь дат. И еще один проект, о котором я хотела бы, чтобы вы рассказали. Я так понимаю, что вы тоже имеете к нему отношение. Это проект «Непризнанные». Вы писали о нем в вашем фейсбуке, да? Да. Это тоже такая история и про современность, и про то, что было. Можете подробнее рассказать? Да, это очень какая-то давняя моя профессиональная цель была сделать проект про непризнанные республики. Меня всегда... Ну, эта тема мне близка, потому что мои корни из одной из таких непризнанных республик, из Карабаха. Моя мама родом оттуда. И для меня... И я освещал военный конфликт 16-го года. Там для меня это довольно острая тема. Меня всегда раздражало, что эта тема... Я как международник раздражался, что эта тема всегда, знаете, освещалась в каких-то таких очень формальных кабинетных рамках. Кто что начертил на карте, кто с кем встретился, пожал или не пожал руку. Во всей этой истории не было человеческого лица. И мне всегда очень хотелось сделать проект. И я сделал это своими коллегами. Может быть, не до конца достиг всех своих целей в этом проекте. Это была командная работа. Я очень благодарен своим коллегам, которые подключились в это. Коллеги были из разных стран. Украина, Молдова, Армения и Грузия, Белоруссия. Но я хотел сделать проект с человеческим лицом. Потому что между всеми этими переговорами, чертежами карты и так далее скрывается человеческая боль. И эти люди там просто выживают. И мне очень хотелось, чтобы появился в повестке проект, который обратит наконец-таки внимание от карт и политических пузатых мужиков на бедных людей, которые выживают как могут. Я просто хотел очеловечить эту тему очень. Ну, конечно же, это только один небольшой шаг. Это нужно в целом делать в некой большой медийной компании. Ну, то есть это вот такая история через человеческие эмоции, через восприятие. То, что ты на себя накладываешь. Вот это и есть мультимедиа и сторителлинг или нет? Да, конечно же. Но это только всего лишь часть. Небольшая. Конечно, конечно же. Мультимедийный и сторителлинг — это мультисенсорность, мультивосприятие. Это рассказывание истории через разные, скажем так, разные способы повествования. Но главное — это драматургия режиссура. И образование в этом смысле сейчас испытывает сложности. Сейчас главное, знаете, вот в Институте «Стрелка» в Москве, с которым я работаю, вот есть новая политика. «Нью нормал» называется. Новая нормальная — это не возведение знания в какую-то абсолютную величину. Самое главное сейчас — это опыт. И вот как опыт трансформируется в образование, это сейчас главное, что происходит. И я в этом участвую с удовольствием. Артем Голостян, журналист, продюсер мультимедийных проектов, гость из Москвы, был у нас в Кировской студии «Эхо Москвы» в Кирове. Я благодарю его за эфир. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Особое мнение на 101FM